Мы хотим только одного, хотим равноправного сотрудничества, равноправного взаимодействия. Мы все живем в городе, мы все ездим по дорогам и хотим, чтобы они были лучше. Мы также хотим, чтобы благосостояние наших горожан росло, потому что это наши клиенты, это потребители наших услуг. Но в одностороннем порядке, повышая аренду, повышая налоги, мы этого не добьемся. Нужна стратегия развития предпринимательства, она должна быть прозрачной, она должна быть понятной для предпринимателей. Евгений Робич не стеснялся и приходил к нам предпринимателям и говорил о том, что он будет поддерживать нас. Сегодня его нет, нет и представителей мэрии, исполнительная власть не хочет общаться с нами. Исполнительная власть поднимает аренду непродуманно на землю. Это приводит к удорожанию всего. Увеличение арендных ставок на землю касается не только нас, стоящих здесь предпринимателей, а касается всех жителей города Ярославля. Ко мне как депутату и как лидеру общественного движения «Народный контроль» идут простые ярославцы со своей болью, что сегодня цены в магазинах повысились в разы. И я понимаю, почему это происходит. Потому что действительно сегодня новая мэрия похожа на татаро-монгольское иго, которое, как только что сказал Сергей Вячеславович Толбов, обложило предпринимателей данью и пытается сорвать пятую, десятую, сотую шкуру. Но всем известно, что никогда это не приводило к желаемому результату. Я занимаюсь тренажерами, стендами лабораторными для учебных учреждений, техникумов, университетов, вузов, НПО, СПО. В нашем производстве была повышена арендная плата на землю, которая, по сути, ничем не обусловлена. Повысилась арендная плата примерно на 20% у меня, ну, на землю именно. Ну, для учебных учреждений, конечно, у них финансирование бюджетное, поэтому на них это может не так сильно сложиться, но это уменьшит, так сказать, прибыль организации, уменьшит заработные платы и налоги, отчисляемые в бюджет города. В городе Ярославле на сегодняшний день законодательно, даже не законодательно, а законным способом предприниматели отстояли свои права. Исполнительная власть не имеет права без суда и следствия лишать их имущества. И поэтому с 13 мая 2013 года любой предприниматель, незаконно пострадавший от действий исполнительной власти, имеет возможность взыскать все убытки, причиненные исполнительной властью. У нас очень торгуют, у нас маленькие магазины, которые торгуют молоком и хлебом, мини-магазины. Эти мини-магазины существуют уже более 15 лет. Когда у нас была новая власть, мы закрывали все дыры, которые нас просили построить эти магазинчики, а теперь мы остались не нужны. И на наши места, хотя мы уже долго добиваемся, что мы хотим их сделать капитально, мы хотим их сделать красивыми. Пусть нам архитектура, допустим, скажет, как нужно это сделать, но нам не подписывают документы, а на наши места приходят, типа таких, как магниты, глобусы, хотя они тоже должны, но должны оставаться предприниматели, которые в городе Ярославль уже очень давно. А у нас получается, что город наполняется совсем другими, из других регионов. И сейчас у нас почему-то капитальное строительство нужно, чтобы было не менее 4 гектар. Подождите, живет пожилая женщина или молодая мама, ей что, за молоком нужно ехать в магнит или в глобус, в супермаркет? Ну, конечно, должны маленькие магазины существовать, они всю жизнь, везде они есть. Все, что делается сегодня, аукнется на любой власти, которая придет после Урлашова. Я уверен, что своими такими популистскими действиями он не удерживается у власти. Он не сможет, не сможет выстроить ту схему, которая поможет решить дельные проблемы. Потому что он душит то, что созидает, то, что приносит пользу, то, что работает на пользу общества, создает новые рабочие места. И сегодня я призываю все общественные объединения, а я их сегодня здесь не вижу, объединиться вокруг опора России, поддержать эту резолюцию, поддержать тех предпринимателей, кто вышел сюда на улице, и сказать решительное слово «нет». Надо собрать многие десятки тысяч подписей под этим обращением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!